Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, он достаточно небольшой, но тем не менее серьезный. Я замужем, год отношениям длятся уже 7 лет, прошлой зимой мы разъехались на 4 месяца, потом снова сошлись. С того времени появилась очень сильная боязнь потерять мужа, никак не могу с этим справиться, во всем ищу подвох. Пишет антр, вопрос. И соответственно, как такового получается вопроса у нас здесь нет, именно вот как такового вопроса. Да, то есть у нас нет вопроса. И соответственно, чего хочет в данном случае? А про вопроса, да, какую вот проблему, а про вопрос хотел бы решить. Мы в данном конкретном случае как бы не знаем, вот, и сказать со стопроцентной уверенностью в том, чего автору вопроса хочется, мы тоже не можем. Вот, но я думаю, что здесь присутствует такой вот, может быть, запрос на работу со страхом, со страхом. Вот, конечно, в первую очередь можно говорить о том, в первую очередь можно говорить о том, что нужна какая-то ваша, ну, история, в первую очередь. То есть нужно, вот, чтобы вы рассказали нам свою историю. То есть история, например, того, как вы, допустим, разошлись с человеком, да? То есть вот история о том, как вы, к примеру, ну, раздались со своим мужем, из-за чего вы раздались? Потому что вот те, допустим, страхи, которые у вас появились, вполне могли быть следствием именно вот того конфликта, который между вами, например, произошел. То есть не до конца проработанный, не до конца исследованный, не до конца прожитый конфликт может, конечно, давать, вот, что называется, такой эффект. То есть у вас могли, могут остаться некоторые, ну, некоторые сомнения, некоторые сомнения относительно того, а не обижаются ли, например, ваш муж на вас, ну, до сих пор, да? Не сердится ли, не злится ли он на вас, вот, не, ну, как бы, не, нет ли какой-то обиды у него на вас до сих пор, и так далее. То есть это может быть. Ну, соответственно, если вы, если у вас, точнее, вот какие-то сомнения относительно исчерпанности конфликта есть? То, конечно, на мой взгляд, имело бы смысл об этом поговорить, и имело бы смысл с этим, как мне кажется, вот поработать, да? Ну, вот, в первую очередь, поработать и как-то вот преследовать этот аспект, вот, потому что вполне возможно, что можно будет найти какие-то элементы, да? Можно будет найти какие-то моменты, можно будет найти какие-то, ну, аспекты, я бы сказал, вашего конфликта. Вот, и, соответственно, если, например, вы обратитесь, 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 например, к психологу, да? Вот, вот, ну, в смысле, если вы вместе с мужем обратитесь к психотерапевту, вот, то я думаю, что он вполне реально сделает так, чтобы конфликт был исчерпан. Вот, хотя это, конечно, в данном случае вопрос индивидуальной работы. Но, совершенно очевидно, что ситуация, в том числе вот, которую вы описываете, может иметь под собой и другие моменты, например, скрыть ваши собственные конфликты. Вот, вскрыть ваши собственные противоречия, вскрыть ваши собственные страхи, вот, вскрыть то, с чем вы не чувствуете себя хорошо. Ну, например, страх остаться одной, допустим, как вариант, вот, страх остаться без, там, мужа, страх, там, потерять, допустим, семью, да, и так далее. Страх, например, страх, например, остаться незащищенной, вот, то есть, вот, такие моменты, на мой взгляд, могут, конечно, присутствовать. И, как мне кажется, в этом вам имеет, на это, точнее, вам имеет смысл также обратить свое внимание, потому что это достаточно важно. Вот, достаточно важно посмотреть, что, с тем связан страх потери мужа, например, лично у вас, чего вы боитесь, например. Ну, вот, лично вы, чего боитесь, да, лично вы, чего опасаетесь, лично вы, от чего пытаетесь убежать. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот, ну, совершенно очевидно, что, если вы будете чересчур, чрезмерно бояться потерять своего супруга, то, в общем-то, ваши отношения с ним будут складываться совершенно не лучшим образом, потому что он будет, как бы, чувствовать, что вам слишком важен, вот, он будет это ощущать, и ваша цельность, как бы, в его головах будет падать. Но, в свою очередь, то, что вы описываете, может быть, результатом того, что вам довольно сложно и тяжело опереться на себя или опираться на себя. То есть, вам, вот, хочется опереться на своего мужа, да, вот, вам хочется опереться на своего мужа, например. Это, вот, в какой-то степени, да, нормально, что вам хочется опереться на своего мужа, но мне кажется, только лишь, что, эм, как-то, вот, может быть, через чур, может быть, че, э, ну, чрезмерно вам этого хочется. Вот, и, соответственно, можно, э, в этом смысле, э, в этом направлении поработать вам, э, чтобы стать более уверенным в себе, вот, то, что, э, ну, то, как это называется, это вот, э, недостаточно уверенным в себе. Скорее всего, э, то, что вы описываете, э, было у вас всегда, а не только, э, вот, обострилось, э, э, ну, как-то вот сейчас, да, вот, то есть, э, это не только вот сейчас прям, прям появилось у вас. И, э, э, как мне кажется, конечно же, это можно все скорректировать, то, что вы боитесь терять мужа. Отдельно хочется сказать о том, что, ну, э, совсем, э, не бояться, э, вот, э, терять человека, э, совсем не бояться. Наверное, не лучший, не лучший вариант, ну, потому что все-таки ценность, э, человек, она, ну, должна быть, должен быть ценным человек. Вот, другой вопрос, э, да, что, чрезмерные ценности, э, такой страх, вот, что, э, вы, прям, вот, боитесь и не можете сами с этим справиться. Это уже попытка решить какую-то, э, свою проблему, вот, попытка решить, э, какую-то свою, э, трудность, вот, э, попытка, э, разрешить, э, э, какой-то, э, свой конфликт, э, собственный, и, естественно, как результат, э, э, ну, вот, некая такая фрустрированность по, по поводу, э, э, невозможности, э, это сделать. И, соответственно, э, э, как, мне кажется, э, э, с этого вам и имеет смысл начать, да? Вот, с этого вам имеет смысл начать индивидуальную работу. Таким образом, таким образом, э, вначале я бы предложил вам, э, э, поисследовать, э, как вы хотите поработать, поработать, то есть хотите ли вы поработать в паре или хотите вы поработать вместе с своим мужем, вот, и дальше уже выбирать психолога и начинать индивидуальную работу. Ну, и было бы не плохо, если бы вы, э, э, так скажем, сформулировали бы для себя и для нас, э, э, так скажем, вопрос. Э, э, чего же вы хотите, э, какую же, э, проблему вы хотите решить. О. Ну, это было бы, совсем, здорово, если бы вы, э, это, сделали. На данный момент, как мне кажется, вы как-то вот не определились с тем, в каком направлении хотите двигаться можно и отношения, в принципе, гармонизировать с супругом, можно и вам вот в определенную, так скажем, в определенную гармонию прийти, вот, то есть это все вопрос исключительно направленности, вот, направленности в том, чего вы хотите сами. Вот, поэтому я думаю, какой-то такой может быть вам дан ответ. На этом все, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...